мир вашему дому сегодня у нас 10 мая за окнами весна время 10 минут 2 сейчас я хочу показать как я готовлю щит я думаю пригодится моему сыну и внукам не всегда же они будут жить с родителями поэтому подготовку сделала нас капусту надо взять лучок картошечку почистила готовить из говядины мясо замочила специальную воду показала что вот предварительно чтобы она разморозилась и такой кусочек большой кастрюлька большая вот мясо хорошо разморозилась и вышла вот вся кровь сейчас его еще раз помыть нужно залью холодной водой и кастрюльку поставим на огонь вот большую костюльку поставим на огонь уже включаем газ вот 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 вставку на огонь вот вот быстрее закипела пока крышечкой будем ждать пока появится пена чтобы ее снять обязательно что бульончик был прозрачным а пока сделаем всю подготовку нужно обжарить лучок сейчас мы будем это режем сейчас порежу морковочку морковочки можно одну можно чуть больше кому как нравится буду резать можно через главное значит сначала промываем мясо ставим на воду и ждем пока она дойдет до кипения появится пена ее надо обязательно снять чтобы бульончик был прозрачный поставить потом уже на медленный огонь посолить все это мы сделали сейчас сделаем заправку для щей я использую морковь лук и помидорчик добавляю перчик черный красный можно горошком несколько горошек и какой-нибудь приправу нужно вкусно немного чтобы не переборщить здесь не надо много зависит от мяса если мясо вот говядина больше варится курочка она побыстрее говядина тоже смотря какое мясо если старая два часа горится вот мы поставили 15 минут второго где-то я надеюсь три часа будет будут щи готовы сковородочку под солнечное масло как и что какая что не проверяем так вот над сковородкой рукой если горячо значит разогрелась немного маслица подсохнули и на полочку и и и и и и Еще раз, сейчас молочок еще порежем, вот так вот дорежем. Такими небольшими. Вот так вот. И ручок. Вот так вот. 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 Собирай. Попыть их. Но струйка большая, поэтому всего побольше. Маленькую. Так, морковь. Обжариваем все. Все, что-то сейчас забываю. Сейчас поджарим. Чтобы не подгорело. Если так горит и вкус другой будет уже совсем. Чтобы цвет и вкус был приятный. Еще помидорчик положим. Крышечку снимем. Чтобы не пропустить наш помидор. Нужно чтобы поджарка. Цвет зависит, в общем, от этой поджарки. Цвет любого супчика. Нужно чтобы поджарилось. Красиво, очень светилось. Жарим еще. Сейчас помидорчиком положим. Пеночкой чуть-чуть там что-то не уменьшается. Здесь уже. Мы покрышем. Режем. 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 Добавляем перец болгарский. Тогда уже путь будет любой, для чего чувствуется. Вот такой цвет уже получился приятный. Добавляем перец болгарский. Теперь смешиваем. Пусть теперь все это поджаривается. Здесь появляется уже немного пеночка. Пеночка начинает появляться уже. Это еще самое начало. Ее надо все снимать. Чтобы ускорить процесс. Сейчас посолим. На такую кастрюльку ложечку солим. Сейчас она быстрее пеночка пойдет. Добавляем. Так. Я аккуратно снимаю. Пока не закипит. Все она будет появляться. Пока не закипит у нас пеночка. Как только закипит. Как только закипит. закипит. Так. Так. Здесь у нас. Тоже мы сейчас немного посолим. наше. Поджарка. Вот такой же цвет. Рыженький получился. Еще пусть потушится. все. Помидорчики. Тоже мягенькие. И смотрим за пенкой. Смотрим за пенкой. Как оно. Все. Сюда сейчас добавим перчик, красный перчик, черный добавим, все помешаем. Вот какой же цвет красивый, но еще пустушится. Смотрим за пилочкой. Смотрите продолжение в 3 части. Смотрите продолжение в 3 части. Смотрите продолжение в 3 части. Вмешаем нашу заправку. Рыженькая, красивая. Смотрите продолжение в 3 части. Смотрите продолжение в 3 части. Смотрите продолжение в 3 части. Желательно не отвлекаться, уже снять веночку и все. Смотрите продолжение в 3 части. 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 Капец. Смотрите продолжение в 3 части. Смотрите продолжение в 3 части. прикроем крышечка чтобы наблюдать в это время еще сделаем подготовку готовить и капусту я уже помыла почистила сейчас порежем и залила водой чтобы она не чернела сейчас мы ее воду выльем и уже для супчика для щей порежем я режу такими кубиками рассыпала каланжи вот такими куточками небольшими на эту большую кастрюлю у меня здесь 5 картошек больших и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...